Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают И маленького сына Поэтому не тереби рано Поговорите в другой раз Джимшит, Мехмед проснулся Сходи, посмотри, как он Он будет счастлив видеть тебя А я приготовлю ему питание и принесу Хорошо Субтитры создавал DimaTorzok Смотри, аптека там, а магазин сразу рядом Хорошо? Я была очень рада познакомиться А у тебя есть время выпить кофе? Ну, если у тебя нет срочных дел Ну, ладно Неподалеку ей знакомое кафе Поедем туда Хорошо? Хорошо, поехали В общем, так как Эпек трунулась умом Эту историю удастся замять С помощью медицинского заключения Похоже на то Главное, что никто серьезно не пострадал Ты бы мог бы быть на месте Османа Баяклы Привет! Как дела? Добро пожаловать! Здравствуйте! Прошу, присаживайтесь Я сейчас подойду Ух ты! Кто эта симпатичная девушка? Она ваша знакомая? Это свояченица Джамшита Филис Как это? А разве не Эпек свояченица Джамшита? О-о-о! Это сестра его погибшей жены Расширь свои горизонты Ты мыслишь очень узко Добро пожаловать, девушки Здравствуй, как дела? Как тебе наше кафе? Да, очень нравится Очень милое и просторное Отлично Вы располагаетесь, а мне нужно идти, хорошо? Джем? Джем? Да? Позоводь себя родственницей господина Джамшита, хорошо? Хорошо, иначе не поздоровится До встречи Салиха Ты не познакомишь меня с подругой? Если честно, мы сами только что познакомились Филис, Джем Очень приятно Мне тоже А Си и Эс с Илья сам так плохо расстались? У них есть ребенок, это сложно Браво! Как ты это поняла, еще не успев приехать? Здравствуйте Здравствуйте Шрига Целиха Как дела? Нормально У вас очень вежливые официанты Нет, нет, он не официант Это Амир Муж Целихи Не называй его официантом Да ты что? Но надо же У вас у всех такие таинственные отношения? В смысле? Не поняла Скажи яснее Не знаю А сие замужем за зятем Но ревнует бывшего мужа Ее сестра стреляла в бывшего мужа А ты здороваешься с мужем, как с чужим Мне продолжать перечислять? Я могу обрисовать картину так На самом деле Ильяс Ладно, ладно, не нужно, Джам Мы очень проголодались Закажи нам что-нибудь Да, да, конечно Конечно Сейчас закажу Тогда я схожу на кухню Еще увидимся Я скоро Асье Мне нужно ехать Джамшит, сынок Жду вечером Асье приготовит вам нашу спальню А в спальне Зафара Поселится Фелис И дело с концом На самом деле не нужно, отец Бахатин Фелис тут надолго не останется Уже можно открывать ресторан Дороги расчистили Завтра вернется госпожа Мариаман Ну что ж, ладно Пусть Илья возвращается домой Нельзя мужу с женой жить раздельно Папа, ну а как иначе? Как я оставлю тебя в таком состоянии? А что ты предлагаешь, дочка? Мне к вам туда ехать в таком состоянии? Когда пустует огромный дом Мы приедем вечером Вот и славно Только не опаздывайте на ужин Ать Фелис, где ты? Нужна машина А нам только еду принесли Мы в кафе Ильяса Приезжай здесь недалеко Ладно Госпожа Медсестра проводит вас до палаты Госпожа Ипек Пока вы будете располагаться Мы с вашей мамой немного поговорим Прошу, госпожа Ипек Давай, дочка Ступай, моя милая Я позже приду Давай, дорогая Прошу, присаживайтесь Вы будете ухаживать за ней? Да Мне сейчас очень трудно Назвать определенный срок Но думаю, что лечение Будет длиться довольно долго Пожалуйста, расскажите мне В подробностях О жизни госпожи Ипек Моя дочка Шесть лет жила в браке Которому все завидовали А потом Объявилась та проклятая женщина И за два года Моя дорогая дочка Докатилась до этого У нее Из рук еле отняли пистолет Иначе неизвестно, что бы было Госпожа доктор Вам, наверное, будет полезно знать Сестра еще до этого Ранила мужа ножом Ильяс, я и Омир Мы выросли вместе Мы друзья с самого детства Постепенно пропадали на эстуо Дяди Салиха Тогда и началась наша страсть К мотоциклам А Кемаль был нашим кумиром А кто такой Кемаль? Это брат Ильяс Он погиб Великий спортсмен Здравствуйте Здравствуй, дядя Джимшит Мы сейчас принесем тебе приборы Нет, нет, спасибо Не утруждай себя Я сразу же поеду Фелис, я сегодня ночью Переночую у родителей Осия Ты не можешь оставаться Наверху одна Если хочешь Возвращайся в Стамбул Я посажу тебя Дядя Джимшит Вообще-то мы сегодня Устраиваем вечеринку Фелис, ты? Тоже пригласили Если ты не возражаешь, конечно Она переночует у Салихи Дом огромный Нечего ей быть одной Правда, Салиха? Конечно, пусть остается Ладно, я согласна Тогда я заберу сумку И к вечеру приеду До встречи До встречи До встречи Будем ждать Всего доброго Пока До свидания В чем дело, Джим? Зачем не селить у себя Малознакомого человека? Ради меня, Салиха Ради меня, Салиха Ради меня Ты не понимаешь? Она адвокат Живет в Стамбуле Советую зря не надеяться Попридержи коней Я и РССО и побегу, Салиха Я на все согласен Что ты будешь? Заказать тебе что-нибудь? Асия Позвони брату, дочка Узнай, как там у них дела Я беспокоюсь Папа, пусть пройдет хоть часик И тогда выясним Как ты думаешь Эпек Сможет прийти в себя? У тебя есть надежда? Я не знаю, папа Это годами копилось Это во что-то должно было вылиться Все эти сумасшедшие покупки Постоянное беспокойство Это странное поведение Может, все это было тревожным сигналом Но вы предпочитали Не видеть и не слышать все это время Мама постоянно отмахивалась от этого Деньги есть, вот и тратит У нее такой нрав Что тут такого? Ну и так далее Возможно, если бы вы раньше отвели ее К врачу, тогда можно было бы на что-то надеяться Если бы, да кабы Как много, если бы, накапливается в жизни человека к старости И у тебя тоже собралось много, если бы Верно? В таком-то возрасте Ты тоже мать Я тебе не желаю Но ты сама увидишь Не смотри так Кстати, твой второй муж, которого ты выбрала Он еще больше псих Еще больше, чем первый Но надеюсь, у вас все будет хорошо Привет 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 А где Филис? Вечером в мото-кафе устраивают вечеринку А потом она переночует у Салихи Ребята очень настаивали Я не стал запрещать Я ужин Еда скоро будет готова А где Мимо? В гостиной с папой В честь чего вечеринка? Просто так Каждый месяц мы устраиваем вечеринки В такие дни приходит больше клиентов Эта вечеринка без повода Без названия Джим Можно тебя на минутку? Я ухожу Я закончил работу Пойду Умир, куда ты собрался? Еще даже Ильяс не пришел И что ты будешь делать в такой час один? Послушай Я хочу поболтать с Филис Сделай доброе дело Присмотри за баром пару минут Прошу тебя Ладно Спасибо Что он говорит? Ничего Он не в настроении Собирается уйти Привет Здравствуй Как хорошо, что ты пришел Умир раскапризничался, что ему нужно идти Я тоже не останусь Я шел к Хелин Решил заглянуть к вам на пару минут А ты в первый же день влилась в клубную жизнь города? Зять Сосие сегодня ночует у ее родителей У него рука сломана Они не хотели оставлять его одного А я буду ночевать у Салихи У вас очень гостеприимный город Постой минутку Джимшит ночует у Осие? А где я ему еще ночевать? Они и так вчера из-за меня ночевали в Русь А почему ты так напрягся? Я сойду с ума Никак вас не пойму Какая ты любопытная Ильяс Ильяс Ильяс, постой Не совершай глупостей Осие и так расстроена Ты же знаешь этого маньяка Бахаттина Он ночью непременно поселит их в одной комнате А потом фиктивный брак станет настоящим Салиха Кстати, а кто такая Хелин? Хелин Жена Ильяса Если хочешь, я тебе объясню наглядно Потому что ситуация на самом деле запутанная Даже я иногда путаюсь Так и подмывает Наглядут к ним домой Схватитесь ее за руку и... Нет, нет Лучше въехать во двор на машине Так лучше Если хочешь моего совета Привези отца в дом Ты столько лет был болен Это было не в твоих силах Твой отец простит тебя Проклятие матери заканчивается с молоком Но не дай Бог быть проклятым отцом Так говорили наши предки Человек ждет тебя столько лет, сынок Ты... Ты теперь в порядке Ты не один У тебя есть жена Есть мы Привези отца Пусть он последние годы проведет рядом с тобой Пусть, конечно, живет долго Но если вдруг умрет не сегодня, а завтра Ты очень пожалеешь об этом Очень Идемте, я накрыла на стол Все готово Идем ужинать А мы что Не будем ждать Зафара? Папа Ты думаешь, брат согласится ужинать с нами? Идем Ильяс, ты что здесь делаешь? Ильяс, погоди Эй, Ильяс Даже не ответил Вот гад В этом городе не осталось ни одного разумного человека Ты только посмотри на него Сидит, как шпион перед домом И глаз с него не спускает Здравствуй, брат Проходи Привет Добрый вечер Проходил уже? Да нет, нет Все нормально И так пойдет Что сказали врачи? Они сразу ничего не могут сказать Она побудет там Я на выходные все равно снова поеду к ним Тогда узнаю в подробностях, что и как И сообщу вам Вот это Номер больницы Но вы сразу Не звоните сестре Доктор предупредил, чтобы мы подождали пару дней Мама вернется при первой возможности Вот так Ладно Я пойду Постой Куда собрался? Почему он не заходит в дом? Стоит, как гость на пороге Он что, не видит, в каком мы положении? Сейчас не время обижаться Пусть проходит И садится за стол Зачем ты говоришь это через меня? Брат стоит напротив тебя Его и спроси Если я и сяду за стол То сяду только с женой Вот так Асиен Скажи это тем, кому интересно У него не осталось никакого уважения к родителям Скажи ему Чтобы не повышал на меня голоса Брат, не стоит Если хочешь, то проходи Если нет, то уходи Не накаляй обстановку Ладно, я пойду Твой Ильяс Только что терся возле дома Сидел в машине И следил за домом Поняла? Как увидел меня, сразу нажал на газ и уехал Ясно Пока Ладно, до свидания Ужас Он, конечно, уже все знает, что мы все тут Наверное, очень взбесился Но надо же Продолжение следует... Продолжение следует...